Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте сегодня поговорим о силе слова, о силе доверия и о том, насколько умная Тора. Обратите внимание, вот мы сейчас подводим итог книги Беменбар в пустыне, и мы замечаем, что все описанные трагические эпизоды связаны с речью. Жаловались на ману люди, что они так сказали. Мирьян неправильно высказалась о браке. Что еще? Разведчики оклеветали. Куфынам Бунтикороха сказали, что Маше обвинен в диктаторских замашках. И, наконец, главную фатальную ошибку Маше, какую он ударил вместо того, чтобы сказать. То есть нам все время говорится как бы сила речи. Это, наверное, главный смысл книги Беменбара. Нам все время пытаются это вложить. И в сегодняшнем вот разделе, который мы считаем тоже Матод, мы подошли к кульминациям, клятвам. Что пишут вообще? Обетом, зароком, всякого. Вообще, все мудрецы, особенно каббалисты, много вообще писали. Нельзя, человек не должен ничего обещать. Всегда человек говорит, если что-то, блин, эдер, без обязательств. Я завтра к тебе приду, блин, эдер. Почему? Потому что обязательства это такая вещь. Мир создан словом, а не делом. И вот эти слова, которые мы сказали, они как бы повисли и висят над нами. Вообще, вот, эдер на иврите, он не передает русского слова. Обеты, зароки, это совсем другое. Обшан-эдер означает, в первую очередь, способность человека изменять физическую реальность при помощи слов. Настолько это сильно. И не случайно за книгой Бамидбар в пустыне идет какая книга, следующая, последняя, завершающая цикла. Говорим, слова. Книга слов, да? Если, кстати, человек не может дать обязательства нарушить закон Торы, евреям это не разрешается. Почему? Например, вот пришел какой-то, извините меня, немножко неумный, и говорит, «Я беру на себя зарок не одевать филип, не выполнять такое-то распоряжение Торы». Не может, знаете почему? Потому что есть такое положение в клятвах и обедах. Если человек принес две клятвы, противоречащие одна другой, то вторая недействительна. А написано уже все поклялись у горы Сина и соблюдать, что скажет Всевышний. Поэтому все остальные клятвы, они уже потом будут глупыми и приведут к нарушению. Вообще, когда мы произносим слова клятвы, мы вызываем на себя силы противодействия, очень сильные. Написано в Заре, что даже великие праведники терпели поражение в такой жизни. А невыполнение обещания, недра, там, клятвы, там, свидетельствует против человека не только в день суда, что происходит, но и вызывает суды все время. Я вообще много видел людей, которые выходили, немного, не дай бог, там, несколько, скажем, людей, которые выходили к Торе, обещали, что-то не делали, и это очень трагически заканчивалось. И обратите внимание, что иудаизм настолько серьезно относится к словесным обязательствам, что один только вот этот акт отмены клятвы, да, кольный дрей, да, совершается в самом начале священного дня года Йом-Кипура. То есть, это самое главное. А почему вообще обещать нельзя, это отдельная тема. Но все же есть еще одна очень интересная, как сказали мудрецы. Дающие обещания, да, ручаются за себя, как за будущность. То есть, ты говоришь, что ты точно сделаешь это, а ты у тебя, что есть завтрашний день, точно. Ты распоряжаешься своим временем, ты сам пришел в этот мир, ты сам знаешь, когда уйдешь. Никто не знает своего часа, поэтому гарантировать, что ты вот это сделаешь, нельзя. Блин, наверное, расскажи без обязательств. Я постараюсь, переводя на русский язык. Вообще, тот факт, что законы о клятвах и обетах появляются в конце книги Бемет-Бар, когда сыны Израиля уже приблизились к земле обетованной, он сегодня крайне актуален, потому что он дает нам очень умную мысль, что такое идеальное общество. Идеальное общество, свободное общество, держаться на доверии. Человек сказал, сделал. У евреев не было такого, что, знаете, как алмазная фирма, они не подписывают договора. Не сказал, ударили по рукам, не может быть такого, чтобы ты этого не сделал. И вот, когда Тора говорит нам об обществе и ответственности к словам, оно как раз рисует вот то общество, как идеальное, потому что там, если оно будет держаться на полиции, на розгах, это и все равно не будет ничего. Люди, когда подражая Богу, используют свой язык для созидания, слова они что, слова порождают обязательства, нравственные в том числе. Если люди их придерживаются, это и есть потрясающее общество. А если доверие рушится, что происходит, говорит нам Тора, общественные отношения ослабляются. В таком случае общество будет держаться на чем? На правоохранительных органах или других, которые требуют силы. Вот все, это мы сами, нам все открыто. Мы могли сделать и так, могли сделать и так. Когда силы уже начинают применять широко, общество уже не свободное, мы знаем такие примеры на наших глазах. Единственный способ сделать мир таким, как нам бы хотелось, без применения силы, это в словесной форме обязательства должны являться гарантированными и соблюдаться теми, кто их берет на себя. Вот в чем суть нашего интересного рассказа главы Матод. Брахав и Ацлахав.